привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы поговорим о физике связанной с измерением кровяного давления о том что такое верхнее и нижнее показания тонометра и о том каким образом мы измеряем давление крови внутри человека надевая манжету снаружи на руку ну давление конечно измеряли каждому из вас и много раз чет вот у меня тонометр приготовлен я нажимаю на кнопку и насос начинает нагнетать воздух в манжету давление в манжете растет рука это очень даже чувствует и вот она достигает 176 миллиметров тутного столба теперь воздух начинает стравливаться из манжеты все это происходит очень постепенно подождем еще немного и вот показания тонометра 141 на 79 миллиметров тутного столба что же означают эти два показателя и прежде всего надо понимать что сердце это насос который прокачивает кровь по большому и малому кругам кровообращения и поскольку у кровеносных сосудов есть некоторое сопротивление прокачки крови нужно создавать дополнительное давление чтобы кровь через эти сосуды проходила чем сердце и занимается и она делает это пульсациями ну и соответственно есть максимальное давление которое создает сердце когда оно сжимается и такое давление называется систолическим и системе остается давление даже когда сердце разжато и это давление называется диастолическим вот эти два давления мы и измеряем ну измеряем мы конечно не на выходе из сердца а вот здесь на артериях идущих по руке и такое давление называется артериальным, но от давления, создаваемого непосредственно на выходе из сердца, оно отличается незначительно, поскольку сопротивления артерии, а они достаточно широкие, мало. Почему же мы измеряем кровяное давление в миллиметрах ртутного столба? А дело в том, что раньше для его измерения медики пользовались ртутными манометрами. Ну а нам, как физикам, естественно, будет миллиметр ртутного столба пересчитать в миллиметры водяного столба, умножив наши показания на плотность ртути 13,6. Ну и мои 140 миллиметров ртутного столба в систоле превращаются в 190 сантиметров почти 2 метра водяного столба. Это на такую высоту сердце в качестве насоса могло бы закачивать воду, ну а плотность крови практически такая же, как плотность воды, значит, и кровь могла бы закачиваться на такую высоту. А вот у жирафа голова находится на 3 метра выше сердца, и поэтому приходится и сердцу поработать, и создавать давление больше, но если снова перейти к миллиметрам ртутного столба, то давление получается у жирафа 250 на 160. Он такой очень сильный и присильный гипертоник. Каким же образом манометр и манжета, которая надета на руку снаружи, измеряет давление там, внутри артерии? Ну, тут тоже все очень просто. Когда прибор накачивает воздух до такого давления, которое выше давления в систоле, то рука полностью пережимается, и кровь не может проходить по артерии дальше к руке. Ну, и это означает, что она здесь под манжетой не пульсирует, а дальше микрофон, который стоит там внутри, он слышит все по вот этой трубочке. И в этот момент он не слышит вообще никаких пульсаций. Потом давление в манжете постепенно понижается, и когда оно падает до систолического давления, чуть ниже, то кровь в моменты пульсации начинает проходить. Соответственно, тут появляются такие удары, которые по воздуху в трубке передаются и на манометр. Ну, дальше манометр слышит эти удары, а когда давление опускается до диастолы и еще ниже, то кровь свободно протекает под манжетой, и никаких пульсаций вообще при этом не слышно. Ну, и таким образом определяются эти две границы, верхняя и нижняя. А как измерялось давление с помощью ртутного манометра? Вы можете посмотреть в этом опыте. Правда, тут у меня манометр не ртутный, а водяной. Я нажимаю на манжету, столбик воды поднимается вверх, и сейчас давление внутри манжеты составляет 400 мм водяного столба. И если бы под манжетой проходил мягкий шланг, то чтобы прогнать жидкость по этому шлангу, нужно было бы тоже создавать избыточное давление в те же самые 400 мм водяного столба или даже чуть больше. И теперь понятно, почему при измерении давления важно держать манжету на бицепсе на уровне сердца, сидя ли или лёжа. Потому что если я переставлю манжету вот сюда на руку и опущу руку вниз, то показания манометра будут выше на гидростатическое давление от уровня сердца до уровня манжеты. Ну и когда я такое измерение сделал, у меня получилось давление 160 на 120. А если я наоборот руку подниму наверх и буду давление измерять в таком положении, то надо будет наоборот вычесть гидростатику от уровня сердца до уровня руки. И у меня в таком положении получилось 130 на 70. А ещё я пытался закрепить манжету на икре и померить своё давление таким образом. Но в сидячем положении это давление оказалось столь большим, что прибор зашкалил и показал букву Е. А теперь настало время нашего заключительного вопроса. И в этот раз он будет таким. Мы уже выяснили, что кровяное давление в систоле, если его перевести из миллиметров ртутного столба в сантиметры или метры водяного, составляет что-то около двух метров водяного столба. А теперь представьте себе ныряльщика, который занырнул в воду глубже, чем на два метра. Ну и тогда получается, что вода вокруг него это как бы такая большая манжета, которая обжимает его со всех сторон, с давлением большим, чем кровяное давление. Ну и кажется, что тогда кровообращение вообще должно у него остановиться. Но оно ведь не останавливается. Как объяснить этот парадокс? Ваши соображения на этот счёт пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!